Привет! Сегодня на канале 26 колесо обзор топового городского фонарика от фирмы КНОК Blinder X. Давайте начинать! КНОК это австралийская компания, которая с 2003 года производит велосипедные аксессуары. В основном фонарики. Они производят звоночки и еще по мелочи там всякое. Но вот основная их направленность это фонари. У них есть большие фонари, городские фонари, передние, задние, есть фары, там большие, маленькие. В общем модельный ряд у них просто гигантский какой-то на самом деле. Вот этот фонарик, который сегодня на обзоре, Blinder, тоже моделей этого Blinder очень много. В общем-то у КНОКа на самом деле сетка там какая-то невероятно огромная. Они уже давно выпускают фонари. В общем-то и в этом деле уже съели собаку. Весит этот фонарик 35 грамм и стоит он на сайте в австралийских долларах, на сайте КНОК, он стоит 65 австралийских долларов. Это 3,5 тысячи рублей. Примерно так. То есть цена, как вы понимаете, очень и очень бодрая. Его можно заказать в интернет-магазинах зарубежных тоже с доставочкой. Он выйдет вам под 3 тысячи рублей. То есть это в общем-то не дешевый фонарик ни разу. Ну и он топовый. На самом деле это топовый, не дешевый фонарик. Ну в общем-то как все в жизни, все честно. Давайте дальше продвигаться, рассмотрим его поближе. Поставляется он в такой симпатичной серой коробочке небольшой, в которой содержится вот сам фонарик, две запасные резиночки, маленькая инструкция. И на обратной части этой коробочки содержатся основные быстрые такие вот, ну рассказ о быстрых функциях, как он светит, сколько времени там и все такое. Коробочка симпатичная, картонная, очень минималистичная, защита природы, деревьев и вот это вот все. Три резинки, которые есть в комплекте, их должно хватить на самую различную ширину руля. От МТБшного до самого толстого руля барана. Давайте рассмотрим корпус самого фонаря, потому что он необычный. Он выполнен из силикона и имеет цельную форму. В нем нет никаких гнезд, чтобы его зарядить. Нужно вот эту часть с контактами просто вставить в USB зарядку, в ноутбук или в вашу телефонную зарядку. В общем-то все. Очень такая форма необычная, как я уже сказал, вызывает опасение, что вот эта штуковина, которая здесь находится, она может сломаться. Ну на самом деле, что могу сказать, очень прочная такая массивная конструкция, кусок силикона и она туда как-то впаяна, вделана. В общем-то, мне кажется, никаких проблем с этим не должно быть, тем более, что компания существует уже давно, фонари она делает уже очень давно. В общем-то, если бы были какие-то жалобы, поломки, то, ну естественно, компания бы изменила. Но, в общем-то, до сих пор компания пользуется вот таким вот способом крепления и зарядки одновременно. Наверное, это удобно, к этому просто нужно привыкнуть. Но, на первый взгляд, выглядит, естественно, необычно и, в общем-то, есть небольшие такие опасения, что вот этот вот, ну вот этот рожок, вот эта штуковинка может сломаться или, ну как-то погнуться, в общем, и повредиться. Фонарик 100% водонепроницаемый, не боится, естественно, никакого дождя. По заверениям производителя, на максимуме, когда он выдает 200 люминов, он может светить 2,5 часа. В режиме эко он может светить 60 часов. Я не знаю, проверить это не представляется возможным, на самом деле, да. И эти тесты будут, ну, несправедливыми, потому что фонарь новый, у него аккумулятор абсолютно новый. Возможно, он действительно покажет какие-то такие похожие результаты. Естественно, было бы интересно его протестировать, может быть, через код, через 2, да, его работы, насколько сильно деградирует аккумулятор. Вот это, на самом деле, можно провести такие тесты. Наверное, даже я хотел бы их провести и посмотреть, как фонарь себя покажет через время. Механизм фиксации тоже интересный. С помощью резинки, которая есть в комплекте, через нижнюю часть фонаря мы продеваем сквозь руль. И вот здесь есть такой фиксатор, такая вот защелка. Держится, на самом деле, очень хорошо. На руле вообще не болтается, потому что резинки, которые есть в комплекте, они очень-очень толстые и прочные. Включается фонарик с помощью небольшой кнопки, расположенной на задней части. И что сразу удивило, включается он по длинному нажатию. В отличие от всех фонарей, которые у меня были и есть, где ты просто один раз нажимаешь, ну, коротко делаешь нажатие, и он уже начинает работать. Это, на самом деле, очень удобно и практично, как мне кажется. Здесь нужно сделать длинное нажатие, вот, и он начинает тогда только работать. Соответственно, выключается он тоже по длинному нажатию. Также в районе вот этой же самой кнопки включения есть индикация, когда он заряжается или уже зарядился, соответственно, он горит зеленым. Ну, и когда уже разряжается или находится на зарядке, он горит таким красненьким. В общем, вся индикация вот здесь тоже в районе этой кнопочки. Эта модель имеет название Blinder X Front. Это означает то, что он передний. У него нет красных светодиодов, и его нельзя поставить назад, ну, в качестве красного фонаря, всем привычного, да. То есть, он позиционируется компания только как передний и светит только белым светом. На коробке фонаря есть надпись Flash Pattern Bike Light. Это значит, что вы можете выбрать один из четырех рисунков. Есть квадратик, есть крестик, как здесь, есть перевернутый крестик, такой в виде мишени, и черепок. Черепок, на самом деле, это вообще, как по мне, такая визитная карточка фонариков к ног. Очень прикольно, необычно, но, в общем-то, четыре варианта доступны вам при заказе. Внутри фонаря литий-полимерный аккумулятор, и заряжается он четыре-четыре с половиной часа, примерно. Соответственно, если вы будете использовать, как говорит производитель, в течение 60 часов в эко-режиме, ну, то заряжать его придется очень-очень редко. К качеству изготовления у меня нет никаких претензий. Фонарик сделан из силикона, отлит из силикона, и он, на самом деле, такой прочный, основательный. Ну, было бы странно, если бы такой дорогой фонарь был каким-то хлипким или там раздолбанным. Что по свету? Светит этот фонарь ожидаемо ярко. Тоже было бы странно, если бы фонарик за такие деньги светил как-то плохо, тускло. У него восемь режимов. Режимы прикольные. Стробы, мигалочки. Значит, вот этот крестик мигает. Чуть тусклые эко-режимы. Яркий режим. Есть неподвижный режим, когда фонарик просто вот светит и не мигает. По свету, мне кажется, достаточно в темное время суток. Естественно, вас будет видно, заметно, потому что 200 люмен на пике он выдает. А это очень и очень, ну, такой мощный, на самом деле, свет. В городском режиме, естественно, этого будет хватать за глаза. Давайте теперь мои мысли по поводу этого фонарика. Что сказать? Это очень хороший фонарь от мирового бренда. Если у вас есть подобный бюджет, и вы хотите порадовать себя вещью качественной, то, в общем-то, вы можете обратить внимание на данный фонарь. Повторюсь, стоит он примерно 3-3,5 тысячи рублей, что очень-очень бодро для городского фонарика. Это вы должны понимать, городской фонарик. Он в лесу не сможет вам на 200 метров освещать дорогу. Да, это вот типичная такая городская мигалочка. На самом деле, 200 люменов, которые выдает он в пике, это, ну, приличный, приличный свет. Естественно, вы не останетесь незамеченными. В эко-режиме он способен проработать 60 часов. И светит тоже, тоже более-менее нормально. На самом деле, очень хорошо светит. 8 классных режимов. Там всякие мигалочки, непрерывный свет. Всякие разные по душе уж точно тут можно будет выбрать. С точки зрения дизайна и красоты, вот люди, которые запариваются на эстетике, этот фонарь вам точно подойдет. Здесь нет никаких уродских выпирающих частей, вонючего пластика, не знаю, цвета. Очень сбалансировано, прикольно. Ну, сам по себе, вот этот такой желтенький. Когда светит, он тоже очень приятно светит. Вот этот режим, когда такой вот мигающий, да. Ну, в общем, класс. По эстетике этот фонарик вас точно порадует. Он не аэродинамический, как вы уже видите, просто такой квадратик. Ну, для города аэродинамика такое себе. Поэтому, еще раз говорю, основной момент в этом фонарике для меня, это его стоимость. В общем-то, если вы готовы выложить эти деньги за фонарик, который, мне кажется, будет радовать вас долгие годы, в общем-то, почему бы нет. Купите себе этот фонарь от мирового бренда автолийской фирмы КНОК. Вы были на канале 26-ое колесо. Всего хорошего. Пока.